Вторая неделя ноября, точнее вот эти дни, прошедшие после выборов в США, выдались такими, что впору воскликнуть вслед за героем старой детской сказки Горшочек не вари, больше не надо, хватит, не вари, кому говорят Потому что невозможно открыть ленту новостей, чтобы при этом не испытать невразимое чувство удивления Вот в России федерального министра подозревают во взятки и отправляют под домашний арест В двух странах, казалось бы, давно и надежно находящихся под контролем евроатлантических структур, Болгарии и Молдавии, побеждают пророссийские кандидаты Причем в Болгарии это вообще входит в ЕС и НАТО А политики всего мира массово, причем включая действующего президента США, Барака Обаму, перебываются в воздухе, меняя в полете обувь вместе с предыдущими заявлениями Давно ли Барак Хусейнович Обама убеждал весь мир, что мы тут с вами в клочья вместе с нашей экономикой, что империя зла хуже, чем ИГИЛ По мнению Обамы, Россия это региональная держава, агрессор, который за все заплатит, ржавая бензоколонка и верхний вольтер с жавыми же ракетами Ну правда, вот это не он сказал, но общий смысл Большинство публикаций западной прессы за последние годы были именно таки И тут вдруг Моя точка зрения с того момента, как я стал президентом, всегда была неизменной Россия это важная страна Это военная сверхдержава У нее есть влияние в регионе Влияние и по всему миру И нам, для того, чтобы найти решение большей части серьезных мировых проблем, нужно работать вместе с Россией В наших интересах сотрудничать с ней Простите, что? Вот можно помедленнее, я записываю, но так говорил медленно, практически цедил слова Но что такое случилось, чтобы мнение президента США, который потратил львиную долю своего 8-летнего срока на то, чтобы унизить Россию, ее президент и ее граждан Вдруг настолько изменилось Неужели вот это? Нет, я не могу поверить, нет, не может быть Утром 15 ноября был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» и ракетами наземного комплекса «Бастион» по складам боеприпасов, скоплениям и центрам подготовки боевиков А также заводам по изготовлению средств массового поражения, в том числе химического оружия террористов В операции принял участие фрегат Адмирал Григорович Впервые в истории российского военно-морского флота в боевых действиях принял участие авиенесущий крейсер Адмирал Кузнецов и размещенные на нем самолеты Су-33 Ну вот что калибры животворящие делают Российские ракеты, самолеты, фрегаты оказались внезапно не такими уж ржавыми Два дня потребовалось президент США, чтобы осознать это и с чувством глубокого недумения очень медленно Но выдавите себя признание Да, Россия сильнее и влиятельнее, чем мы думали, а про клочья, ну наверное ошиблись, ну с кем не бывает Но все-таки Обама, не был бы президентом США, если бы не процедил потом сквозь зубы Ну а санкции, мы на всякий случай тут с немецким канцером договорились продлить Да и Конгресс готов их усилить, это для того, чтобы там в Москве особо не радовались Хлопнул дверью напоследок Барак Хусейнович Но все же не откажу себе и вам в удовольствие послушать начало его заявления еще раз Россия это важная страна Это военная сверхдержава Перефразируя старую крылатую фразу, можно сказать, что 8 лет назад, вступая в должность Барак Хусейнович Абаба принял Россию порванной в клочья ржавой региональной бензоколонкой Ну а сдал приемнику военной супердержавой Довольно сдержанные операции российских кораблей в Средиземном море иногда бывает достаточно Чтобы картина мира в головах западной элиты заиграла новыми яркими красками А крыша, которая давно отъехала на почве своего якобы военного превосходства И, к сожалению, реальной безнаказанности Вот так вот, крыша начала вдруг вставать на место Но не у всех Совершенно внезапно дым пошел из трубы госдепа Точнее, из его официального представителя Джона Кирби В ходе брифинга для СМИ представитель госдепа отказался предоставить доказательства Российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии И сорвался на задавшую неудобный вопрос журналистку телеканала Russia Today Известный журналист, обозреватель информационного агентства Associated Press Мэтью Ли Назвал поведение Кирби некорректным Тот заявил, что не намерен ставить государственный телеканал Russia Today В один ряд с остальной, по его словам, независимой прессой Чистейший прелести, чистейший образец Вот есть несколько вещей, на которые можно смотреть бесконечно На огонь, воду и истерику представителя госдепа США Но вот если учитывать, что те самые якобы честные независимые западные СМИ Тоже вдруг начали переобуваться в воздухе И следить за этим процессом, вам скажу, отдельное удовольствие Вот как выглядела обложка британского, но по сути международного Больше половины тиража распространяется в Америке Еженедельной кайконами за март этого года Еще в марте мы с вами были дутой сверхдержавой Но когда попытка унизить не сработала, читатели попробовали взять на испуг Обложка журнала за 22 октября действительно можно пугать ночью детей И слабым духом европейцев Вот это называется демонизация, как она есть Но, кстати, к избранному президенту США Журнал, представляющий интересы глобальных экономических кругов Еще в юрале относился более чем скептически Дональд Трамп в образе дяди Сэма И такая ехидная надпись, которую можно перевести как Вы что, серьезно? Но когда выяснилось, что да, в Америке это серьезно Отношение к России вдруг поменялось Куда-то исчезло чувство превосходства Куда-то исчезло желание унизить и возбудить страх пополам с ненавистью Вот как раз сегодняшний номер все того же экономиста 19 ноя Оставим на совести либералов-глобализаторов этот заголовок Самое интересное здесь это компания Которая выступила в поход против еще недавно единственного верного учения О торжестве глобальных рынков и универсальных ценностей Президент России Америки Чуть там дальше Найджел Фарадж Организатор-вдохновитель Брекзита И на заднем плане в образе Марианны Поднимающей знамя Марин Ле Пен Вероятный будущий президент Франции Если внимательно рассматривать эту обложку журнала «Икономист» То выражение «плясать под дудку» приобретает новый смысл И играет новыми красками Но главное в том, кого на обложке нет Здесь точно не хватает пятого или пятый Представителя Германии Но она-то как раз и есть та, кто теперь явно шагает не в ногу Амгела Меркель не успевает Катастрофически не успевает за изменениями геополитической обстановки Еще недавно она, казалось, сделала абсолютно правильный выбор Безупречный Она пожертвовала российско-германскими отношениями Уничтожила их Ради догматически понятой ей трансатлантической солидарности Немецкий пудель Обамы, как и называли в Германии Сделала ставку на Америку с президентом Клинтон То есть на удушение России санкциями На разрыв экономических связей, сокращение торговли Пусть даже в ущерб немецкой промышленности А чего германские предприниматели все громче стонут И тут на тебе Приходится менять риторику То есть расшнуровывать ботильоны Чтобы потом успеть сделать попытку переобуться в прыжке Россия это наш сосед Конечно мы заинтересованы в хороших отношениях Но это не может удержать нас от обсуждения глубочайших расхождений Осенью следующего года у Ангела Меркель выбора Самой Германии набирают силы евроскептики Правящие коалиции разваливаются И четвертый срок на посту канцлера Медленно тает где-то в туманной доле Ну что же делать Меркель в этой ситуации? Что же ей делать? Самый ее большой страх сегодня связан с тем Что подобно переписке Клинтон Когда-нибудь на Викиликс Сможет появиться убойный компромат против нее И похоже она знает Что такой компромат есть И просто ждет своего часа Сейчас уже забылось Но первый кибератаку на Меркель Устроила вовсе не Россия А спецслужбы Америки В конце 2013-го в Германии Случился грандиознейший скандал По заявлениям Сноудена Агентство национальной безопасности США Несколько лет как взломала к тому моменту Смартфон Меркель Других немецких политиков первого эшелона И вовсю подслушивает переговоры немецкого канцлера Оказалось Германия и Америка Тогда на грани разрыва отношений Но евроатлантическая солидарность Сыграла свою роль И теперь вместо реального американского шпионажа за Германией У Меркель почему-то фигурируют мифические российские Ну и самое последнее Что меня по-хорошему задело на этой неделе Развеселило и даже добавило оптимизма Это фотомонтаж Ну то что называют в социальных сетях Фотожабой И снова с участием Трех мировых лидеров Но в новом составе Оригинал этой фотографии был сделан в феврале 45-го года На Ялцинской конференции А вот в новой версии вместо Рузвельта посредине Трамп Слева вместо Черчилля председатель КНР Ну а справа президент России Хорошая фотография, да? Согласитесь Она дает надежду на то, что в мире После Обамы и без Клинтона Мировые лидеры все-таки смогут договориться Вот, кстати, канцлеру Меркель Неформальному главе Объединенной Европы Места здесь снова не нашлось И, судя по всему, она со своими антироссийскими заявлениями Рискует оказаться в этот раз на неправильной стороне истории Это была программа «За дело» Сразу после нас Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»